Всем привет, мои хорошие! С вами Эка Эмили и Аскватима. И сегодня мы снимаем для вас очередное новое видео. И это видео будет про говяжий язык. Ты когда-нибудь пробовала? Да, конечно. Обижаюсь. Я все пробовала. Любишь? Да. Скажи, я люблю все. Я люблю все. Все. Выглядит он, конечно, немножко устрашающе. Посмотрите. Прикинь, у меня был бы такой язык. Это настоящий язык коровы. Очень приятно пахнет. Да, пахнет языком. Я ни разу не пробовала. Любители животных сейчас закидают нас с помидорами и тапками. Может быть, я попробую сделать? Да, давай. Хочешь? Я никогда не резала язык, но надеюсь, что он острый, этот ножик. Мама говорит, что язык очень полезный. Да. То есть в нем очень много цинка. Витамин В12. И так же мы, кстати, приготовили... Господи, он какой-то странный. Давай эту часть ты съешь. Хорошо, без проблем вообще. Для меня это как какой-то деликатес, если честно. Также мама приготовила здесь соусы. Далее, значит, здесь хрен. А, это была горчица. Я даже не различаю горчицу от хрена, потому что не люблю подобного рода вещи. Но будем пробовать. Огурчик упал в хрен. Господи, хрен пахнет чем-то ужасным. Но еще хуже пахнет язык. А я даже не знаю, что ужаснее. Перестань, Айка, все замечательно пахнет. Он должен быть таким... Он такой фарш. Может быть, просто я слишком тонко его режу. Дальше уже можно резать вертикально. Давай пока это попробуем. Я пока еще отсюда чуть-чуть отрежу. Как-то моя бабушка красивее это режет, чем я. Ну, конечно, у бабушки опыта побольше твоего. У меня почему-то все разваливается. Ну, ничего, пробуем. Я закушу огурчиком. Я тоже огурчиком. Я пробую. Очень вкусно. Я чувствую себя каким-то живодером, варваром. Любители животных закидают нас камнями. Давай пробовать с разными соусами. Начнем вот с таким. С такого. Я тоже макну в такой же как лайке. Мы этот соус уже ели. Видео с ингалями. Все, кстати, нас исправляли. Дело в том, что мы в Баку говорим вообще хенгял. А по-грузински это хенгкали. Короче, вы поняли. В том видео был этот соус. Я как-то не поняла вкус. Это очень вкусно. И с соусом тоже в тем. Но соус перебивает вкус самого языка. Давай попробую без соуса. Этот соус, который готовит мама Айки, такой вкусный, что хочется его есть и есть. Лучше, чем в ресторане. В этом выпуске будет реклама Фанты. Все контакты внизу. Какой-то необычный вкус, если честно. Тебе понравилось? Я не могу сказать, что мне на 100% прям понравилось. Я не могу сказать, что это мое любимое блюдо жизни. Я больше люблю бастер-мур из такого рода закусок. Если можно, конечно, это сравнивать. Может быть, кто-то скажет, что это несравнимые вещи. Но язык я тоже люблю. Я считаю, что это вкусно. Пахнет классно. Но как-то осознание того, что это язык коровы, не дает мне покоя. И учитывая то, что я прям его разрезаю, прям он в таком виде, в виде языка, это как-то для меня это новый опыт. Обычно я ела его, когда он был уже готовый, разрезанный. А тут я его режу сама. Я все время думаю об этой корове. А ты? Я тоже. Попробовала? Нет, еще с хреном не попробую. Я хрен никогда не пробовала. Да ладно, как ты могла? Косподи. Мне попалось сразу два. Я вообще люблю острые соусы. Это вкусно, согласись. Но он не слишком острый. Он сладковатый, этот хрен. Обычно я всегда покупаю хрен в банке. Он бывает более волокнистый. Там бывает видно само растение. А здесь он больше похож на майонез. Это вкусно. Он такой сладковатый. Классно. Тебе нравится хрен? Не очень, если честно. И вообще не угодишь. Я люблю еду привычную для себя. Когда продукт, который я никогда не пробовала, мне всегда поначалу не нравится. Например, как суши. Я попробовала и до сих пор никак не могу понять, кому это нравится. Для меня это все продукты привычные уже давно. И суши, и язык, и все эти приправы, хрен, аджика, горчицы. Так что все нормально. Я уже пробую с горчицей. Это самая обычная классическая горчица. Азербайджанского производства, кстати. Мы решились довериться отечественному производителю. Да. Так. Немного будет крутиться. Ой, господи. С хреном вкуснее. Ммм. Остро. Надо было спорить на деньги, кто съест больше. Я бы точно победила. Как ты ешь эту горчицу? Это не горчица, это хлеб. Мой фаворит это вот этот соус. Но этот соус сам настолько вкусный, что он перебивает вкус языка. Чувствуется только этот соус. Хотя я ничего не имею против. Он очень вкусный, но хочется почувствовать вкус языка тоже. Вот здесь есть кусок. Да, я уже порезала еще. Пишите обязательно в комментариях, пробовали ли вы говяжий язык. Очень вкусно, очень. Надо порезать тебе еще кусочек. Я уже не хочу. Я думаю, что это первый и последний раз, когда я пробовала язык. Ты вообще как будто не притронулась даже к соусу. Я бы пробовала язык, но пока что для меня это какие-то двояйкие ощущения. Не могу сказать, что на 100% мне он понравился. А тебе, видимо, понравился. А тебе, видимо, понравился. Давай есть помидоры и огурцы тогда. Закомбаниваю. Попробую огурец макнуть в соус. Надо порезать еще. Держи. Надо заставить. Как ты его умело режешь вообще. Думаешь? Наешь. Я не хочу. Хочешь? Не хочу, на самом деле не хочу. Надо было спорить на деньги с тобой точно. Да, в этот раз надо было спорить. Давай, гони мои бабки. Мы с тобой не спорили, дорогая. Ну, честно. Ступила. Вот так всегда. Это реально зрелищно. Она знала, что я съем, а она нет, поэтому не спорила ни на что. Эта тема вообще не открывалась в этом видео. Так что не надо, попрошу. Я уже тоже наелась. Давай тогда подведем итоги. Я хочу заесть помидоркой. Давай, заедай. Я могу сказать так, что язык чем-то напоминает гуся, но осознание того, что ты ешь язык какого-то животного, мне, если честно, не дает покоя. Я думала, что мне понравится, но на самом деле нет. Днежка. Добрые две девочки взяли, съели, раскопсали язык коровки. Особенно я. Дай мне фанту. Фанту. Тебе наливают фанту, а мне простую воду берите. У нее просто в бокале была вода, я подумала, что она хотела продолжить. Там ничего нет, не надо. Не надо. Ты хотела, чтобы тебе досталось больше фанта. Я тебе могу с собой завернуть фанту. Завернуть плечо. На самом деле я считаю, что нужно рекламировать только то, что ты любишь. Вы заметили, что у меня уже на канале более 20 тысяч подписчиков. Очень много просмотров на видео. Но вы замечаете, что в моих видео абсолютно нет рекламы. И это не потому, что мне не предлагают рекламу. Это потому, что мне не предлагают ту рекламу, которая мне нравится. То есть я буду рекламировать именно то, что я люблю. Например, если фанта мне предложит рекламу, то я, конечно, с удовольствием соглашусь. Просто потому, что я люблю этот напиток. А я нет, потому что я не люблю этот напиток. Ты не любишь? Нет. И мы очень надеемся, что вам нравится то, чем мы занимаемся. Если это так, то обязательно поставьте лайк, чтобы мы знали, что вам нравится то, что мы делаем. Если не нравится, поставьте дизлайк. Любое мнение имеет место быть. Мы понимаем, что мы не можем нравиться абсолютно всем. Это нормально. Да. Поэтому подписывайтесь и на канал Асквати. Ссылка будет внизу в боксе. Также в комментариях. Не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новых видео. А на этом все. Обязательно тоже попробуйте язык, если вы его никогда не пробовали. Это очень вкусно. Отвечаю. Ну, относительно вкусно, так скажем. До новых встреч. Всем пока. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...